Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. В студии Ирина Хану-Некрампальская. Климат-контроль на столичных магистралях капризы погоды спровоцировали аварийную обстановку в разных уголках города. Дождь подстроила неожиданную автостречу у перекрестка улиц Притыцкого и Лещинского. Здесь дорогу не поделили иномаркой автомобиль МАЗ. Легковушка подъехала прямо под прицеп. Несмотря на резкие маневры, водителям удалось избежать роковых последствий ДТП. Погодные условия худшились, идет дождь, видимость ограничена, поэтому участились дорожно-транспортные происшествия. По улице Лещинского 2 произошло столкновение автомобиля МАЗ с прицепом, который выезжал с второстепенной дороги и не пропустил автомобиль Хунда и Лантра. В результате ДТП пострадавших нет. Где появилась первая светящаяся разметка, почему темно в некоторых подъездах и как минчане хотят назвать дельфиненка, знает наш дежурный по городу Вероника Перепелкина. Яркие акценты на улице Сердича нанесли разметку повышенной видимости. Специальные самоклеящиеся ленты разместили на трех проблемных пешеходных переходах. Днем эти наклейки почти незаметны на зебре. Функция фонарей на асфальте включается при свете фар. Данная лента предназначена для наиболее лучшего информирования. Она имеет светотражаемость в 10 раз более лучшей, чем обычная разметка. И это более лучше информирует водителей о приближении к нераблируемому пешеходному переходу. Улучшить ли ноу-хау зрение водителей покажет время. Если эксперимент окажется удачным, засветятся и остальные улицы города. Проблемная зона. Жители дома по адресу Орловская, 3. Боятся за свою безопасность. В этом подъезде люди научились ходить в темноте. Чтобы подняться по лестнице, видя ступеньки, нужно быть настоящим спринтером. Вначале смирились с тем, что свет нужно включать на каждом этаже. А с исчезновением одного светильника потемнело на всех этажах. Однако после капитального ремонта это не единственная беда. Сделать шаг опасно еще и на балкон. Оно же скоро обрушится. Страшно на балкон выходить. Ремонт недавно был. Ну вот, не знаю, у нас балкон, наверное, рушился и раньше. Сделали ремонт. Вызывали мы уже два раза. Приезжали они с фотоаппаратами, фотографировали. И никакого инженеру звоним-звоним. Никто ничего. Стать крестным дельфиненка в столице объявлен конкурс на лучшее имя для маленького артиста. Популярность детеныш приобрел сразу при рождении. Он появился на свет прямо во время шоу. Став очевидцами этого события, минчане получили право и дальше участвовать в судьбе малыша. Какое имя будет красоваться на афишах, окончательно решат тренеры морских млекопитающих. Самая благодарная публика готова поделиться своими идеями уже сейчас. Катя. У меня есть игрушка дельфинена-класска. Я тоже думаю, что можно его так назвать. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайте tv.byv в разделе форум и звоните по телефону горячей линии. Единица 600-700. И помните, нам важны подробности. Гости столицы почувствовали себя как дома. Двери первого минского апарт-отеля торжественно открылись для постояльцев. На фасад девятиэтажного каркасно-блочного здания уже упали три звезды. Уютные апартаменты европейского типа спроектированы по квартирному принципу и оснащены всей необходимой техникой. Еще до официального открытия апарт-отель посетили тысячи гостей, которые ценят домашний уют. А в преддверии чемпионата мира по хоккею здесь ожидается настоящий бум. Это серьезный инвестиционный проект. И мы понимаем, что, конечно, такой проект за два года не окупается. Этот проект рассчитан на покупаемость 4 года. Здесь, в нашей стране, это первый такой пример. И он, ну, на сегодняшний день мы можем говорить, что он достаточно удачный. И у нас хорошая динамика с точки зрения, так сказать, увеличения процента загрузки. Вот, то есть динамика у нас хорошая. Проспект независимости украсит эффектный жилой квартал. Пять высоток возведут в районе улицы Фогеля специально для семей военнослужащих. Проектом по этапной застройке предусмотрены каркасно-блочные и панельные здания переменной этажности. А также встроенные помещения социального профиля. Оценить современный быт смогут более тысячи новоселов. Всю инфраструктуру спроектируют по принципу максимальной компактности. Отдельно школы и сада не будет. Это будет просто начальная школа-сад для 260 детей. Соответственно, в домах будут встроенные помещения различного функционального назначения для обслуживания населения. Ну и парковочные места, безусловно, предусмотрены согласно нормам проектирования. Куда яблоко упасть в горожане, фермерские хозяйства удивляются нынешнему урожаю витаминной продукции. Управление потребительского рынка предлагает излишки продать магазинам. Список торговых объектов, которые закупают яблоки, можно посмотреть на сайте Мингрисполкома. Таких точек больше сотни. Желающие сдать урожай должны предоставить документы, подтверждающие безвредность продукции. Цена зависит от качества фрукта. При наличии справки о земельном участке, что человек имеет земельный участок, и при наличии справки о удостоверяющей качестве яблок, мы принимаем яблоко по договорной цене. Мы, конечно, принимаем яблоко качественное. Справки берутся по месту жительства. Кто имеет садоводческое товарищество, там будет товарищество. Кто имеет сельское хозяйство, тот берет сельсовет. Симбиоз преподавателей и учеников в художественной галерее Университет культуры сегодня открылась новая экспозиция. Своей работой вниманию публикой представили студенты и мастера столичной фотошколы. Творческие поиски и находки тонкого искусства собрались в одном месте не случайно. В этом году школа отмечает пятилетие. Достаточно навыков и умений, и можно выйти на очень хорошие результаты. Желательно быть художником в душе, романтиком, поэтом, влюбленным человеком. Только после этого вы сможете от своей души, души слушателя, души зрителя донести этот образ. И вернемся к вопросу традиционных осенних покупок. Где меньшане приобретают овощи и фрукты, узнаем в нашем опросе. Я в основном родителей беру с дачи, но если покупаю, то в супермаркетах, потому что удобно, все на месте. Когда чего-то не хватает, мы все овощи покупаем на сайте хозяйственных ярмарках, которые проходят здесь на площади Бангалор. Обычно у меня овощи я покупаю на даче. Ой, не покупаю, а выращиваю свои. Возят на машине, у нас фермер специально возит картошку по улице. Мы у него покупаем. Покупаю на рынке овощи, потому что там дешевле. В разных магазинах. Мне главное качество. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которые всегда рядом работала Ирина Хануни-Крамвальская. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова